Привет, мои дорогие! Рада сегодня всех вас видеть на своем канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Сегодня я хочу поговорить про чувствительность влагалища. Действительно, многие ко мне пациентки приходят с жалобами, что я не чувствую ничего во время полового контакта. И вот одна из пациентов, которая пришла совсем недавно ко мне, жалуется на то, что я не понимаю, в чем причина. Когда-то давно я чувствовала, ощущала, чувствовала, как сам происходит процесс, но достаточно долгое время, я уже точно не помню, с какого времени, я не чувствую во время полового контакта практически ничего. Но у партнера достаточно большой половой орган. партнер чувствует, да, то есть ощущает. Я иногда даже получаю оргазм, но, иногда, но, соответственно, ничего больше не чувствую. Что же сразу хочется сказать, что если вы получаете оргазм, то, в принципе, ничего в этом такого, что вы не чувствуете, нет. То есть, есть определенные причины, по которым это может быть. Да, но почему-то есть определенный миф, что многие женщины там получают какие-то множественные оргазмы, или много там чувствуют, да, что сильно повышена чувствительность при половых контактах. Но на самом деле это не так. То есть, у всех совершенно разная чувствительность. Вообще, во влагалище находится огромное количество нервных окончаний. И все эти нервные окончания, то есть, все мы с вами чувствуем по-разному. И пациентка как раз говорит про то, что, чтобы мне что-то почувствовать, я обычно говорю, дорогой, надо вот сюда меня поцеловать, вот тут обнять, тут вот подержаться, для того, чтобы что-то почувствовать. Но здесь есть такие моменты, и сразу скажу, это не значит, что вы ничего не чувствуете. То есть, да, такие ощущения бывают. Кто-то, наоборот, у кого-то гиперчувствительность, и кто-то от одного там захода или прикосновения уже прямо, что все-все, я все чувствую, и мне классно, и мне кайфово, а кто-то все-таки не чувствует. Так вот, что же делать? Во-первых, конечно, я пациентку всегда осматриваю на кресле, на проблему, нет ли атрофии влагалища. То есть, может быть, атрофия слизистой, может, какие-то проблемы связаны с мышцами. То есть, вот эти все моменты нужно посмотреть. Особенно часто бывает, что после родов, когда были тяжелые роды, какое-то ушивание промежности, швы накладывали, может быть, на шейку матки, на влагалище. Вот происходит такое, что как-то вот теряется чувственность. Но это не значит, что это не восстановится. То есть, она вот вы не чувствуете сейчас, да, то есть, в конкретный момент. Не значит, что это вообще все потеряется, никогда больше не восстановится. Соответственно, что же с этим делать? Если нет атрофии, то есть, слизистая, хорошая, увлажненная, попытаться все-таки добавить различные смазки, лубриканты, масла. То есть, мы про них с вами уже говорили. Что угодно, пожалуйста, добавляйте. Следующий момент, это попробовать все-таки. Если вы вообще ничего не чувствуете, обратиться к эстетической гинекологии. Сейчас есть различные филлеры, есть различные методы, кроме, да, оперативных, которые влияют на чувственность влагалища. То есть, вот это все можно попробовать. Следующий момент, это все-таки практиковать гимнастику Кегеля. То есть, смысл заключается в том, что вам нужно свою промежность сжать очень сильно, а потом разжать, да. То есть, как описывается, где эти мышцы, чтобы вот, если вы ходите в туалет по-маленькому, вот, перекрыть струю мочи. То есть, это вот как раз те мышцы, которые надо прокачивать. И если вы их можете вот так вот сильно сжать, вы это прямо чувствуете, да, и прямо влагалище сжимается, даже во время полового контакта. Значит, в принципе, у вас все хорошо. Если же, что бы вы ни делали, как бы вы ни пытались, что у вас уже просто сил нет, такое ощущение, что вы вот сжимаете, сжимаете, у вас даже уже лицо покраснело, а, соответственно, ничего не получается, то вот здесь, скорее всего, будет речь, связанная с какими-то проблемами в мышцах. И здесь, конечно, нужно тренироваться. Почему я всегда говорю, что обязательно выполняйте гимнастику Кегеля. Это крайне важно, особенно если у вас уже были беременности. Пробуйте, выполняйте гимнастику. У меня на канале есть видео, вы можете посмотреть, как она делается. Она делается совсем просто, но в течение, там, 10 минут, там даже не 10, даже еще меньше, 5-7 минут, если вы каждый день ее будете выполнять, то действительно заметите очень хороший результат. То есть, поэтому это можно пробовать, можно выполнять, и потом, соответственно, увидите прекрасный результат. Поэтому, дорогие мои, надо все-таки помнить про то, что не все так, как описано и показывается там в порнофильмах, действительно так. Если вы не чувствуете во время, там, полового контакта мужской половой орган, это не значит, что у вас полностью пропала чувствительность. Если бы вы не испытывали вообще ничего, и не было никаких оргазмов тогда, да, мы бы разбирались с тем, что чувствительности вообще нет. Если вы это чувствуете, значит, чувствительность есть. Может, просто она немножечко, как бы, уменьшена, да? Поэтому ее нужно активно тренировать. Гимнастики Кегеля, различные массажи, тренажеры, массажеры. То есть, сейчас целая куча на рынке всего, что вам поможет с этим. Но не надо думать, что от каждого все-таки, даже если половой орган достаточно большой, что вы должны прямо вот это все чувствовать, и сразу же от этого вот быть такие ощущения. Вот на это всегда нужно обратить внимание, потому что все-таки вот в фильмах действительно показывают, что да, там половой контакт, и все. Или кто-то вам рассказывает, что ой, там, ты вот понимаешь, надо вот так, или вот так, или еще как-нибудь. То есть, это опять же у всех все по-разному, но не значит, что у вас нет как чувственности. Это тоже важные моменты. Если у вас остались вопросы, пишите комментарии под этим видео, задавайте их. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, и мы с вами обязательно встретимся в следующих видео. Желаю вам огромного счастья, прекрасного здоровья и огромной чувственности и любви. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok